Лишний человек. Справедливости требуют от полиции пожарных 80-летний житель Караганды. Василий Сологуб уверяет, что несколько раз его обворовывали, затем подожгли дом. Но ни одного виновника правоохранительные органы не нашли. Сейчас пенсионер живет в уцелевшей части своего жилища. 80-летний Василий Сологуб живет один в доме, который едва уцелел после пожара. Потолок частично обвалился. Пенсионер вытащил весь скарб во двор. На свалках подбирает все, что может сгодиться в качестве стройматериалов, надеется восстановить жилище. Только края прогниют, и это все рухнет. Вот как кухня. Она была полностью запечатана. О том, что его ждет такая старость, одинокая и бедная, мужчина и подумать не мог. Казалось бы, получил высшее образование. Не пил, не курил, 40 лет проработал в шахте. А вот к безразличию оказался не готов. Пенсионер говорит, что за него некому заступиться. Мол, несколько раз обкрадывали, угнали Запорожец, а потом и вовсе подожгли дом. Но ни один виновный не понес наказание. Вот уже 12 лет он требует от стражей порядка выполнить свою работу и найти преступников. Не хотят ничего делать. Украли, я бегу туда. А кто же меня должен защищать? Кроме полиции. Сам президент вчера сказал, что там, как говорится, мафии кругом это самое. Они не хотят ничего слушать. К начальнику, сколько менялось, начальнику я у него бывал и рассказывал, что вот так и так. Все сделаем туда-сюда. Другого поставили и по новой все. Два года назад, по словам пенсионера, полицейский даже угрожал ему, чтобы не надоедал. Но доказать это пожилой человек не смог. В ДВД комментарии обещали дать в ответ на письменный запрос. Зато в Караганинском филиале бюро по правам человека с горечью признали, история забытого всеми пенсионера – норма казахстанской реальности. Не снизилось число обращающихся к нам граждан с жалобами на полицейских. Оно ни меньше не стало, ни больше не стало. Приходят, говорят, вот то-то, то-то происходит. Единственное, что если раньше мы из прокуратуры, скажем, получали ответы, что вот вообще факты не подтвердились. По мнению Юрия Гусакова, все позитивные показатели работы полиции на самом деле издержки статистики. Реальных преступлений меньше не стало, раскрываемость не увеличилась, а красивые цифры рисуются благодаря примирительным процедурам и переводу целого ряда правонарушений за разряда уголовных в административные. Что касается пенсионера Василия Сологуба, он сдаваться не намерен, да и выхода у него другого нет, несмотря на то, что впереди зима, а её он вынужден будет провести в продуваемом со всех углов жилище. Я не буду прикрывать там по возможности, он рухнет. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.